Доброго времени суток! С вами я, Стив Про, и сегодня, друзья, вместе с вами мы поговорим о пяти ошибках, которые допускают многие игроки, играющие в Майнкрафт. Что же, друзья, давайте начнём с самой первой и довольно популярной такой ошибки, которую вправду совершают многие. Что же, друзья, данная ошибка заключается именно в создании уже мира. Возможно, многие из вас выбирают мирную или даже лёгкую игру. То есть, друзья, это будет просто полная жесть. Собственно, если вы выбираете мирный режим игры, то, друзья, я вас арчирую, что ваш троп уменьшится ровно в два раза. То есть, вы не сможете получить порох, вы не сможете получить стрелы. Хотя их вы сможете сделать, но вы не сможете получить кости. Друзья, вы не сможете получить гнилую плоть, которой вы можете накормить свою собаку. Хотя она не так важна, но кости будут важны для крафта, допустим, там, костной муки, которая ускоряет рост многих растений. Это будет полной бедой. Собственно, друзья, также многие выбирают лёгкий режим. Хотя здесь ничего такого прям плохого нет, но всё же вы не сможете встретить зомби в броне, скелета в броне. И поэтому вы не сможете выбить с них халявную броню, что будет довольно печально для вас. Поэтому, друзья, самый оптимальный и нормальный вариант, это нормальный режим игры. Но если же вы хотите сложную, то, друзья, я вам также рекомендую выбрать и сложный режим, так как вы получите ещё больше дропа. Ну, собственно, друзья, вторая ошибка заключается в быстром постройке вашего домика. Да, опять же, довольно часто распространённая ошибка не только новичков, но и бывалых игроков. Многие сразу на первом этапе выживания начинают строить свой дом. Не добыв ресурсов, не добыв железа, вы начинаете строить свой домик. Это, друзья, опять очередная ошибка. Ну, это плохо, конечно, потому что вы не сможете, к примеру, добыть свои алмазики, которые многие хотят. Ну, собственно, здесь всё понятно. Следующая ошибка, опять же, заключается в быстром поселении, а именно поселение в деревне. Я знаю, что многие селятся в деревне, находя её, сразу селятся. На первом этапе, к сожалению, это делать запрещено, потому что вы, опять же, не сможете добыть свои алмазики. Я знаю, что многие лутают деревню и сразу селятся в ней. Но, друзья, этого делать нельзя. Если, конечно, вы уже не добыли свои алмазы, не добыли обсидиан, то тогда, конечно, друзья, вы можете поселиться. Собственно, уже, наверное, друзья, идёт четвёртая ошибка. Опять же, часто распространяется, а именно она связана с крафтом просто ненужных вещей, друзья. Я знаю, что многие могут крафтить часы, компас. Но, друзья, это крадёт ваши ресурсы, а также занимает очень много места. Примерно, на место часов вы могли бы положить стак железа, стак золота, стак алмазиков, ну или на место компаса, друзья. Поэтому это совершенно ненужная вещь, а также ненужная вещь – это рельсы на первых этапах выживания. Ни в коем случае не крафтите эти вещи. Ну, друзья, пятая и, наверное, последняя на сегодня ошибка. Распространяется она у всех. Я уверяю, что она есть у всех. Возможно, даже в каком-то случае и у меня. Собственно, друзья, данная ошибка у нас заключается именно в неаккуратности. Так сказать, вы бываете неаккуратны, когда гуляете по миру. Например, вы думаете, что вы пойдёте с горы и не умрёте. Да, друзья, это тоже встречается очень часто. Или, к примеру, вы хотите пройти по лаве, точнее, как-то аккуратно пойти, но у вас не получается, и вы в неё падаете. После чего вы потеряете, конечно, весь ваш инвентарь. Ну, и вы понимаете, друзья, что это будет для вас концом. Поэтому я сегодня показал вам пять ошибок, которые допускают многие игроки. Если же хотите, чтобы данная тема продолжилась, я вам показал ещё пять ошибок, то, друзья, обязательно ставьте лойсы, пишите об этом в комментариях, что вы об этом думаете. Ну, и, конечно, не забывайте подписываться на канал. Ну, на этом, друзья, всё. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok